Почас восемьских каникул наученцы молодших классов при наявности фликеров смогут корыстаться послугами маршрутных такси бесплатно. Такое решение было принято сегодня на встрече представников областной дяжь автоинспекции, предприемства «Гомель Абл Пассажир Транс» и перевозчиков. Хоть с только проведением суместной акции, размованных в этот раз не обмежавалось. Под обязанностью у наших корреспондентов. Маршрутные такси давно стали неодъемной часткой транспортной инфраструктуры Гомеля. Зараз официально на линии выходит каля 270 машин. Сегодня перевозчики кажутся в высокой конкуренции сбоку завычайных такси. А лекали проанализовать статистику о пошнеходу, то становится видовочно. Колькость маршруток не сменшается. Раньше тенденция была на сокращение транспортных средств, задействованных в указанном виде перевозок, потому что был переизбыток по ряду маршрутов. Вы сами видите, что маршрутная сеть развивается в связи с открытием новых микрорайонов. Шведская горка, Хутор, поселок Новая Жизнь. Люди требуют обеспечения дополнительного единиц транспорта, поэтому в последнее время проводятся конкурсы на право осуществления указанного вида деятельности. И видим частичный рост. Разом с тем, до водителям маршруток есть шмат пытаний, упрочим не только у супрацовника удержавшей инспекции. Есть претензии и у самих перевозчиков. Невыконание режима працы и отпочинку, реализация билетов подчас руху, порушение раскладу руху. Справа доходит до того, что водитель маршрутки может не спыниться на припынку с невеликой колькостью пассажиров, к обране из-за инших трапить на припынок с великой колькостью людей. Некоторые навы для этого системы навигации отключаются, что не позволяет перевозчикам контролировать их рух. И это далеко не все порушения, об яких кажутся под часу встречи. Водители не соблюдают скорость, не соблюдают дистанцию. При торможении впереди идущего транспорта происходит столкновение, наезды. Пассажиры падают в салоне автомобиля. Порой происходит перевозка сверх допустимого количества, в результате чего люди травмируются. А в том, что работа маршрутных такси под рабою повышенной уваги свечит той факт, что на протягу года колькость здействованных ими порушений вылечается сотнями. И такая личба. В этом году у Гомеля отбылся три дорожно-транспортные здарения, у которых были поранены семь человек. Это больше, чем летать. Олег Сентюров, Олеся Рудянкова, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель».